всем привет в этом видео разговор будет про приведение типов и приведение типов это способ проверки типа или обращение к экземпляру ну обычно это происходит с классами так как если бы он был экземпляром своего дочернего класса или своего родительского класса опять же нужно помыслить немного абстрактно и представить что вы пишете приложение для магазина какого-то ну например пусть это будет магазин электронных техники и у вас есть такие входные данные как например класс девайс у него будет свойство serial number типа string сразу напишем инициализатор у него будет два дочерних класса камера которая дополнит его с таким свойством как memory просто будет определяться количество памяти для нее будем передавать ее в стринговом формате строки так напишем инициализатор memory и сериал номер также типа стрим также типа стрим self-memory и super называем и передаем туда serial number еще один класс player у которого будет вместо memory sound quality то есть мы будем определять количество ну качество музыки качество звука sound quality quality также типа стрим ну качество звука или по-другому битрейт и также передаем ему sound quality так sound quality создадим экземпляров несколько с которыми будем работать допустим 64 гигабайта и serial number ну какой-то какой-то номер у него будет создадим mp3 player типа player создадим какое-то качество звука например 320 и какой-то serial number тоже там s ну неважно в прошлых уроках я рассказывал о том что swift это язык со строгой типизацией а также упоминал что недопустимы операции с разными типами данных ну например мы не можем разные типы данных поместить на одну витрину в один массив и сейчас вам нужно разместить на вашей виртуальной полке какая-то витрина полка вашу камеру плеер и другие товары которые например будут унаследованы от девайса и по сути тут должна была бы быть ошибка так как в массиве находятся два разных экземпляра то есть они двух разных типов но этого не происходит потому что на этом этапе уже подключается приведение типов в свифте и можно увидеть что тип нашего window будет девайс то есть компилятор автоматически вычислил что оба этих типа являются девайсами вообще суть наследования заключается в том что дочерние классы отвечают на вопрос является и по сути каждый из этих двух классов является классом родителям то есть девайсом собственно поэтому автоматически получилось определить тип девайс для массива теперь собственно к приведению типов для того чтобы проверить является ли экземпляр определенным типом можно использовать оператор из и по сути это выражение оно возвращает нам true или false и в зависимости от которого мы можем выполнить какой-то код например если мы if window 0 camera то здесь можно вывести какой-то код например first какой-нибудь там stuff из камера ну допустим то есть по сути это все не так уж и важно что тут будет у меня написано да он определил canon как камеру и вывел нам какой-то код а если мы попробуем его определить как mp3 player то соответственно код у нас уже не выполнится вот но эта проверка по сути ничем существенным не помогает потому что нельзя бы использоваться преимуществом класса камеры в этом случае то есть по сути мы даже несмотря на то что мы вроде как проверили что она типа player мы все равно обращаясь к нулевому элементу не имеем никаких других свойств или методов кроме как serial number и для того чтобы исправить это понадобится оператор s с помощью которого мы можем скастить тип device до типа его наследника то есть мы можем привести тип девайс до какого-то из его наследников камера или плеер ну и после этого уже получить доступ к его методам и свойствам вот этот процесс еще по-другому называется понижающим приведением или даун кастингом в свою очередь оператор s имеет две формы опциональную и принудительную например player 1 так windows 1 s с выпросительным знаком и в таком случае он возвращает нам опционал то есть по сути сейчас мы обратились к windows 1 то есть к плееру который там лежит к mp3 плееру и спросили если ты можешь выступить как плеер как класс плеер то мы присвоим тебя в player 1 в противном же случае он вернет нам nil ну так как этот тип является опциональным и есть принудительная форма еще раз повторю в которой мы делаем все то же самое также пишем s но вместо выпросительного знака ставим восклицательный отличие между ними как раз таки в том что если вы ставите s восклицательным знаком то в данном случае у вас получится так что если скастить до типа плеер не получится и привести к этому типу не получится то приложение упадет мы проверили получили что плеер есть и если еще раз попробовать то компилятор выдаст нам ошибку да если это тяжело представить то можно попробовать вспомнить детскую сказку про волка и красную шапочку где волк переоделся в бабушку и пытался выступить как бабушка и например у нас есть какой-то экземпляр например красной шапочки есть какой-то экземпляр волк волка есть и бабушки например вот и в том случае если например значит какой-нибудь пусть будет какая-нибудь маскировка да маскинг волк замаскированный волк у нас выступает в роли бабушки то например он съедает нашу девочку да например съедает красную шапочку вот ну понятно что тут куча ошибок потому что ни класса girl ни класса wolf у меня нету это так просто маленький пример чтобы если вы не понимали что значит кастится то это я надеюсь было бы как-то более наглядно что ли помимо понижающего приведения есть еще повышающие в случае если вам появится необходимость работать с класс с вашими классами как с их родителем например например let device 1 player 1 с девайс так как тут всегда будет так у нас опциональный ну давай опциональный пусть будет номер а он у нас player да угу так как в данном случае у нас player всегда является девайсом то тут восклицательный вопросительный знак не нужен если мы посмотрим какой у него тип то у него тип девайс вот так же хотелось еще немножечко затронуть данную тему есть типы которые я не рассматривал до сих пор это типы any и any object any это абсолютно любой тип записывается он вот таким образом и any object это тип который обозначает любой классовый тип и немножко с ними поэкспериментируем создадим константу типа any вставим туда единицу и сравним если a типа int то выведем на консоль что a is integer для приведения типов используется оператор s так же как и в примерах выше работает аналогично он не смог привести к типу double поэтому здесь nil но так как он является int типом в том чем мы убедились чуть выше то c у нас получило значение получило значение и программа не упала вот а там где можно использовать условные конструкции про которые мы говорили вот здесь там и найдется место для условной конструкции такой как switch switch а и здесь мы будем расписывать какие-то шаблоны для того чтобы проверить является ли кейс ну является ли переменной а у нас какого-то типа мы можем написать это вот в таком виде а у нас является типом double а у нас является типом double если при этом он у нас станет например будет хранить себе единицу и у нас получится скастить его до типа uint например ну беззнаковый int то мы тоже можем вывести это на консоль также мы можем присвоить какую-то ну какую-то переменную ну задать какую-то переменную и сравнить ее с шаблоном int и вывести значение этой переменной ну и в дефолтном случае ну просто break напишем вот и по сути что мы здесь сделали мы взяли нашу переменную а и начали сопоставлять ее с разными шаблонами то есть в первом случае мы посмотрели на переменную а и подумали является ли она типом double если бы она являлась типом double например давайте так закомментируем лишний код теперь у нас перемена а является типом double мы это проверили и у нас шаблон совпал соответственно поэтому мы увидели на консоль что это double если мы вернем единицу то он у нас совпадет с шаблоном что это единица и она является положительным целым числом то у нас бы вывелся этот тип а далее мы просто попробовали положить переменную а в number и скастить его до типа int опять же и тогда в этом случае у нас выводится на консоль как вот и в данном примере что number is int вот примерно такой вот небольшой урок получился по приведению типов главное вам нужно запомнить что приведение типов никогда не меняет экземпляр класса или его свойства оно лишь позволяет вам работать с данным экземпляром как например с его дочерним или его родительским экземпляром ну родительским экземпляром класса с вами был Сид всем спасибо за просмотр пока пока пока